Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Мы рады видеть вас на нашей встрече. На экране вы сейчас видите заставочку с нашими контактными данными, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-каналы и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашова Галина. И, собственно, если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения вебинара или не сложились какие-то еще технические моменты, то вы можете вернуться немного позже на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров, ну и, соответственно, может быть еще какие-то материалы вас заинтересуют, мы будем очень рады. Как будет проходить наш сегодняшний вебинар? Значит, мы с вами будем смотреть нормативную информацию на слайдах и будем переключаться параллельно на демо-базу ERP и смотреть определенные моменты, про которые мы поговорили, например, как это выглядит на практике, то есть, так сказать, в полях. Вот. Сейчас мы снова вернемся на наши слайдики. Вот так сделаем, чтобы вернуться. И, соответственно, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете задать их любым удобным для вас способом по электронной почте, написать нам. В этом случае у нас будет не лимитировано время, уже не такой жесткий лимит, и мы сможем более предметно вам ответить. Будем очень благодарны за обратную связь и приглашаем вас к сотрудничеству. А теперь поговорим немножко про нашу программу. Мы сегодня с вами обсудим немного управленческий учет и прочие расходы, то есть это все касается настроек, настроек, которые делаются через раздел МСИ и администрирование, ну и дальше по разделам. То есть на самом деле доходы и расходы очень емкая такая тема, и можно по каждому пункту делать отдельный вебинар. Но мы, к сожалению, ограничены во времени, поэтому если вас будет интересовать какой-то конкретный аспект, то ждем ваших пожеланий, и может быть организуем отдельный тематический уже, так сказать, вебинар. Ну, соответственно, про настройки, про направление деятельности, про распределение затрат и доходов по видам, по направлениям деятельности. Ну и немножко поговорим про дополнительные сервисы, там сколько у нас уже останется в это время. Значит, начнем мы немного с теоретических, так сказать, основ. И здесь мы, значит, вот что должны понимать, что регламентированный учет у нас состоит из двух учетов, то есть из бухгалтерского и из налогового учета. И основная цель, естественно, это формирование регламентированной отчетности, это для бухгалтерского учета. Ну и правила введения мы с вами определяем в учетной политике. Я напомню еще раз, вот мы с вами переходим в демо-базу НСИ и администрирование. Это у нас здесь находятся тонкие, вот такие грубые настройки и, так сказать, активация некоторых блоков, которые по умолчанию скрыты. И здесь в меню организации мы выбираем наши юридические лица, которые, соответственно, сдаем и на закладочке учетная политика выбираем нужные настройки. То есть это, так сказать, я напоминаю просто, где мы выполняем основные настройки и куда входить, если что-то вызывает сомнения или вы попали под какие-то изменения, например, слетели с упрощенки. Снова возвращаемся в слайдики. Соответственно, у нас учет финансовых результатов, то есть доходы минус расходы, состоит из трех этапов. Расчет по обычным видам деятельности, расчет по прочим видам деятельности и сам по себе расчет финансового результата. То есть уже итоговые, так сказать, финансовые показатели. Ну, напомню, что мы при закрытии месяца закрываем все затратные счета, закрываем 90 и 91 счета, то есть переносим на 99 счет кредитовый или дебетовый сальдо, в зависимости от того, что у нас, какие показатели. И, соответственно, уже с итоговых цифр начисляем налог на прибыль. У нас достаточно много инструментов для всякого анализа, то есть и отчета, и много всего. Ну, нас интересует, собственно говоря, перенос с 99 счета, кредит 68-го, налог на прибыль. Это, так сказать, рекламентированный учет и то, что интересует в первую очередь все финансовые структуры организации. И ключевое место здесь занимает процедура закрытия месяца. Ну и, соответственно, финансовые показатели, это у нас 90 и 91 счет, то есть, что у нас получилось в итоге всех арифметических действий. Для того, чтобы настроить отражение доходов и расходов, собственно говоря, мы выбираем, как я уже говорила, через настройки, регламентированный учет, настройки, справочники и группа доходов и расходов. То есть, обратите внимание, у меня на слайдике выделено, то есть, блок регламентированного учета. Мы выбираем настройки и справочники и интересует нас группа финансового учета. Сейчас мы на нее переключимся. Так, регламентированный учет. Настройки и справочники и группа финансового учета. То есть, обратите внимание, у нас блок группы финансового учета и здесь есть группа финансового учета расчетов. А нас с вами интересует вот группа финансового учета доходов и расходов. То есть, если мы проваливаемся с вами по ссылке, то здесь есть справочники. Соответственно, этот справочник заполняется здесь как пример, но, естественно, заполняется он с учетом ваших реалий, то есть, вашего бизнеса и, собственно, специфики ваши. Здесь, как пример, показаны расходы на производство, реализацию себестоимости и вот такое дерево, то есть, вот такая у меня группировка задана. Естественно, у вас она будет другая, то есть, в соответствии с вашими данными. Напомню, это у нас в регламентированном учете группа настроек финансового учета. Так, сейчас мы снова возвращаемся в наши слайдики. То есть, группа финансового учета доходов и расходов. Обратите внимание, именно на название ГФУДР. То есть, такая зубодробительная аббревиатура, но, тем не менее, ее появление, в общем-то, достаточно сильно продвинула, скажем так, ИРП в отношении учета финансовых результатов. Сейчас еще одна, еще один слайдик. Вот он показывает вам группы настроек финансового учета, то, где мы с что были. И группа настроек финансового учета доходов и расходов. Уже как конкретную папочку я открыла. И здесь вот то, что мы тоже с вами видели. Допустим, доходы от реализации показаны. Еще один слайдик хочу вам показать. То есть, это тоже касается настройки группы финансового учета доходов и расходов. То есть, это, если мы проваливаемся в, ну, или создаем какую-то новую запись, новый вид настроек, то, соответственно, у нас в этом случае получается вот такой интерфейс. И, соответственно, у меня выделение идет, где мы его используем. То есть, у нас учет доходов мы выбираем для учета доходов или расходов. Соответственно, задаем счета бухгалтерского учета. И у нас есть вот такая ссылочка. Мы по этой ссылочке переходим и, соответственно, выполняем там операции. Еще раз переключаемся с вами на демо-базу. Вот таким образом у нас это выглядит. И, соответственно, вот здесь мы выбираем либо доходы, либо расходы мы настраиваем. Задаем отражение в регламентированном учете. И, соответственно, заполняем ту информацию, которая требуется в ходе заполнения этих справочников. Здесь мы указываем счет учета. Ну, в нашем случае я указывала, допустим, прочие доходы. 91.01. А вот что получится, если я перехожу по вот такой гиперссылке. К сожалению, не очень быстро у меня срабатывает. Ну, то есть, вот видите, это у меня идет настройка отражения документов в регламентированном учете. И здесь я, соответственно, выбираю, какой... что конкретно я хочу настроить. И здесь уже добавляю, если мне не хватает каких-то данных, я могу здесь добавить. Так, на этом мы пока это закроем эти справочники. Возвращаемся к слайдикам. Значит, немножко теории. То есть у нас с релиза 2.7.5, это уже достаточно древний релиз. Но, тем не менее, мы к нему обращаемся для того, чтобы, то есть, так сказать, к истокам. С этого релиза у нас произошло разделение учета по счетам бухгалтерского и налогового учета. То есть вот этот самый справочник с зубодробительной аббревиатурой группы настроек финансового учета доходов и расходов нам достаточно сильно, как я уже говорила, облегчило работу и продвинуло саму конфигурацию ERP. То есть здесь все соответствует законодательству, все ровно, так сказать, и красиво. Но появились новые трудности. То есть в статье расходов нет оборотов по счетам учета и, соответственно, по типу расходов. И при заполнении, когда мы заполняем справочник ГФУДР, счета учета и списания не связаны между собой. То есть, когда мы заполняем этот справочник, получается, что любой счет учета можно списать на любой счет расходов. А вот это уже как раз не соответствует правилам введения бухгалтерского учета. Так что обратите внимание на такой момент. Ну, соответственно, мы заполняем справочники, создаем направление деятельности и отмечаем необходимые, собственно говоря, опции, для которых будет использоваться наша настройка. То есть мы заполняем учет доходов. То есть мы относим какую-то выручку, которая у нас поступает, на направление деятельности. А также учитываем прочие доходы по статьям доходов в разрезе направлений. Точно то же самое мы делаем с учетом затрат. То есть ведем расчеты с поставщиками, обособляем запасы, относим расходы. Ну, то есть практически настраиваем доходы и настраиваем затраты. И еще один важный момент – это денежные средства. То есть мы проводим разделение по направлению деятельности. В этом случае нам, возможно, два варианта использования такого расстеления. Сейчас я покажу слайдик и покажу, где мы можем это настроить. Значит, раздел НСИИ и администрирование. Направление деятельности. Вот вы видите, у меня выделено. Значит, переключаемся на нашу демо-базу. НСИИ и администрирование. И вот наше направление деятельности. То есть, видите, это блок НСИИ, нормативно-справочная информация. И здесь мы направление деятельности как раз-таки и формируем по нашему с вами бизнес-процессу. Ну, у меня для показа сформированы вот такие направления. То есть, по моим юридическим лицам. Ну, у меня, например, Андромеда-сервис и юрлицо. И занимается она оптовой торговлей. Ну, вы видите, вот у меня заданы такие показатели. Например, металл-сервис. Это производственная компания. Производит металлические конструкции, электрокомпоненты. Ну, и, соответственно, по такому же принципу сформировано то, что я смогла придумать. Ну, то есть, поскольку у меня демо-база, то, соответственно, здесь виртуальные данные используются. И когда мы задаем конкретный вид деятельности, мы, соответственно, заполняем справочник и по ссылкам проверяем, чтобы у нас не осталась незаполненная информация. Напоминаю, что вот здесь критично очень аккуратно читать и заполнять все поля, которые вы видите. И, соответственно, тогда у вас будет заполнена, будет нормально формироваться и отчетность, и дополнительные функции будут нормально работать, потому что, если не заполнены, как бы, главные справочники, то возникает очень много проблем, и потом не всегда очевидно, с чем они связаны. Снова переключаемся на наш слайдик. Так. И еще немножко поговорим о том, что, значит, вот на предыдущем слайде у нас с вами были денежные средства. То есть у нас было разделение по направлениям деятельности и два варианта действий. То есть, соответственно, первый режим мы можем задавать, когда, например, выделяется отдельная касса, отдельный банковский счет, и конкретное направление деятельности обособлено только по этим счетам и по этим кассам. И, соответственно, после такой настройки в документах появляется поле для указания направления. А вот второй режим – это остатки денежных средств определяются по корреспонденции приходов и расходов направления. То есть это у нас получается режим косвенного определения денежных средств по кассам и банковским счетам. То есть это значит, что наше предприятие не может выделить отдельный расчетный счет или отдельную кассу для конкретного поступления по этому направлениям. И мы вынуждены уже искать дополнительные пути, обходные. И в этом случае мы уже не делим явно, так сказать, по кассовым банковским счетам. И вынуждены фантазировать. Но в этом режиме, если мы используем этот режим, у нас доступен документ ввод-вывод денежных средств по направлению. Значит, мы этот документ можем найти в разделе финансовый результат и контролинг доходы и расходы. Интересный очень документ, который позволяет перемещать средства между направлениями, то есть, ну так сказать, общей массой мы их принимаем и потом разносим по направлениям без физического движения по расчетным счетам и по кассам. То есть, соответственно, у нас такая возможность применяется, когда мы, ну, например, на один счет у нас приходит выручка по разным видам деятельности и, соответственно, оплачиваются расходы тоже по всему подряд без возможности обособить. Значит, мы с вами сейчас посмотрим, где у нас живет это замечательное документ. Это вот такой слайдик у нас «Финансовые результаты» блок и здесь у нас есть вот такой документ. Сейчас переходим на нашу демо-версию. «Финансовый результат» и вот видите у нас «Доходы и расходы» блок и в самом низу у нас вот вывод денежных средств по направлению. Если мы заходим внутрь, то у нас здесь есть вот такой журнал, где мы можем создавать какие-то правила. И обратите внимание, у нас есть ссылочка, справка вот такая с вопросом. Здесь, так сказать, общее, общее сведение про раздел, в котором мы находимся. А есть еще через документ еще вот здесь у нас дополнительная справка и здесь уже детальный, более детальное, детальное сведение про данный документ. Это касается всех справочников, всех, где вы видите кнопочку «Еще», всех разделов, всех в общем-то и классификаторов, справочников, так что это можно использовать. Так, сейчас мы это пока закроем. Ну и, соответственно, по направлениям деятельности заполняйте вот этот вот документ. Так, сейчас мы снова отсюда уходим и возвращаемся к нашим слайдам. Возвращаемся вот для чего. То есть на самом деле мы выполняем настройки по разным направлениям деятельности независимо. То есть у нас одновременно могут использоваться разные варианты настроек. И если мы создали хотя бы одно направление деятельности, то есть там включена какая-то настройка, например, ну, учет доходов, то по документу, формирующему выручку, то есть заказ клиента, реализация товаров становится доступным поле, где возможность выбора из списка используемых направлений. То есть вот тот справочник, который я вам перед этим показывала, где у меня сформировано... Сейчас отберусь долго. Значит, где у меня сформировано мое дерево иерархическое, и я там могу выбирать направление деятельности. Если у меня включена настройка учет затрат, то в документах приобретения услуг, ну, и товаров, и услуг, соответственно, будут доступны те направления, для которых включен учет затрат. И мы снова возвращаемся к версиям конфигурации. И я напоминаю, что посмотреть конфигурацию, вы можете посмотреть, актуальный или нет релиз вы используете. Можно вот через такую пиктограммку в меню сведения о программе вы можете посмотреть, какая сейчас у вас используется платформа, и какая у вас используется... какой используется релиз конфигурации. То есть, как вы видите, мы с вами работаем на 2.5.15, а сейчас уже выпущен 2.5.17. То есть, релиз у меня не слишком свежий, но в нем я могу вам показать, так сказать, функционал, который был, который используется без последних самых наворотов, которые касаются регламентированных отчетов. Естественно, если я буду составлять регламентированную отчетность, то есть, например, буду готовить отчетность за полугодие, то мне нужно будет в первую очередь обновить конфигурацию, потому что будут использоваться и другие формы регламентированных документов, и другие механизмы, и добавляется еще новый функционал. Поэтому, обращая ваше внимание, необходимо следить за актуальностью программы. Значит, снова мы с вами сейчас вернемся... Так, вернемся к слайдикам и поговорим еще раз про релизы, потому что поддерживать распределение постатейных расходов на финансовый результат мы можем, допустим, по данным регламентированного учета. В этом случае в рамках этого документа у нас возможность распределения на источники данных, то есть, каким источником мы применяем. И если у вас после обновления вы установили новый релиз, то поведение программы не изменится. То есть, если мы обновили данные, то использование данных управленческого учета нужно будет ручками включать, то есть, включать его вручную. И, собственно говоря, это настройка. Мы с вами поговорили про настройку статей, про настройку распределения направлений деятельности по заполнению справочников. И, значит, теперь у нас с вами вот такой момент. То есть, в 1С практически после того, как мы в 1С ERP, после того, как мы создали все настройки и заполнили все справочники, формирование финансового результата ACB стоимости происходит практически в автоматическом режиме. Но этот автоматический режим. Ну, это вот, это слайдик иллюстрирует мои предыдущие слова. То есть, по, когда мы настроили распределение, настроили направление деятельности, то, допустим, формируя документ приобретения товаров и услуг, мы с вами на закладочке дополнительно. У нас есть вот такой интерфейс для заполнения дополнительной информации. Ну, естественно, если у меня будет будет заполнена информация, например, все про договор, про сделки, про финансовый учет и так далее. То есть, мне не надо будет дополнительно заполнять. Сюда информация подставится и направление деятельности подставится. Но вот пока у меня не заполнено это поле, мне доступна вот такая возможность выбора из направления деятельности. Соответственно, выбрать по какому из этих видов у меня будет использоваться этот документ. То есть, либо производственная, либо торговая. Торговая деятельность у меня подразделяется там на розничную и так далее. То есть, это пример, как должны быть заполнены справочники, то есть, направления деятельности. И теперь, в общем-то, у нас справочник направления правила распределения, то есть, каким образом у нас распределяются статьи, задается тоже в настройках. И правила распределения, естественно, мы при первоначальном заполнении программы можем внести или перенести в зависимости от того, что вы, например, переходите с другой программы. И у нас находится это в подразделе финансовый учет, финансовый результат и контролинг. И вот у меня выделено правило распределения и показатели. Сейчас мы переключимся на этот раздел. Финансовый результат, правило распределения и показатели. Ну, как вы видите, здесь несколько закладочек, то есть, как расходы, расходы между направлениями, расходы будущих периодов, как распределяются материалы и работы. Ну, то есть, вот по закладочкам вы видите, какие варианты распределения и, соответственно, я заполняю по своему бизнес-процессу, ну, а вы по вашему технологическому процессу, что соответствует вашим реалиям. То есть, это как пример у меня показано, а вы, соответственно, задаете свои, то есть, так сказать, свои реалии жизни. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И так, то есть, мы с вами заполнили все сведения, заполнили все справочники. Значит, задали через меню НСИ и администрирования, задали настройки, которые позволяют использовать направление деятельности. И после этого мы уже с вами только заполняем документы в зависимости от настроек. То есть, соответственно, это документы первичные из банка, например, документы поступления, документы, реализация. Как вы видели, вот на наших слайдиках это акцентирует как раз такие наиболее важные моменты. И, собственно, после того, как мы уже приступили к созданию документов, мы делаем документ закрытия месяца, который является, в общем-то, квинтэссенцией всего и замечательно закрывает, то есть, хорошо проработан алгоритм по закрытию месяца. Находится у нас закрытие месяца в разделе финансовый результат. Сейчас мы туда переключимся. Значит, это мы выбираем подраздел финансовый результат, блок закрытия месяца, ну и, соответственно, рабочее место, закрытие месяца. Почему именно рабочее место? Потому что здесь практически все выполняется в автоматическом режиме, то есть, если правильно заполнены настройки, то дальше формирование происходит по практически одной клавише и выдаются очень подробные подсказки, если где-то какие-то ошибки. Значит, у регламентных операций закрытия месяца есть две особенности. На самом деле, конечно, не две, гораздо больше, но две особенности, которые по сравнению, допустим, если вы работали в бухгалтерии, а потом поставили ERP и переходите, например, то есть, по сравнению с бухгалтерией, это два очень интересных момента. Ну, во-первых, не требуется монопольный режим, то есть, режим закрытия месяца в данной конфигурации происходит как фоновый и можно работать, не прекращая, не выходя к другим пользователям. А второй момент, это у нас есть окончательное закрытие, вот, если я перейду по клавише, и предварительное закрытие. В чем разница и для чего применяется? У нас предварительное закрытие – это без пересчета себестоимости. То есть, это практически не пересчитывается стоимость ТМЦ. А окончательное закрытие – это уже полный пересчет себестоимости товароматериальных ценностей, ну и, соответственно, всех остальных показателей, которые у нас присутствуют. Если я выбираю вот по окончательное закрытие, я, например, выбрала Март и выбрала свою организацию. Я могу по одной организации сделать, могу по всем. Здесь будет разница только в скорости, то есть, насколько быстро у меня программа работает и насколько долго будет формироваться. Если, естественно, у меня много операций, то не стоит делать формирование по всем юридическим лицам. Ну и, как вы видите, у нас в этом случае происходит формирование затрат. Вот у меня все хорошо отработало. Стоит зеленая галочка. Начисление, амортизация. И вот у нас формирование, блок формирования финансового результата. И, соответственно, он у меня тоже весь хорошо отработало, все провелось. И вот у меня распределение доходов по направлениям деятельности. И здесь во всех пунктах есть распределить это, если у меня что-то меня не устраивает и мне необходимо в чем-то удостовериться. Я могу этот конкретный блок посмотреть и информацию подробнее посмотреть. То есть, конкретно эту регламентную операцию открыть и посмотреть, что у меня здесь происходит. Если у меня возникли какие-то ошибки, то, соответственно, здесь будет перечень, какие конкретно ошибки будут у меня. Вот, например, у меня отражение документов в международном учете, то есть МСФО. То есть, я могу посмотреть, что же у меня не сработало. И вот у меня достаточно полная информация, почему этот блок у меня не сработал. То есть, документы не отражены в учете, потому что у меня не стоит, не активирована работа блока МСФО. И, соответственно, программа спрашивает, то есть, показывает мне ошибки, документы с ошибками и показывает, что я могу сделать. То есть, допустим, настроить автоматическое отражение, чтобы у меня, например, ночью срабатывало. Так, сейчас мы это закрываем. Ну и, как вы видите, то есть у нас здесь, вот у меня обратно вернулось, здесь есть предупреждение. Существуют невыполненные операции. Что это значит? То есть, допустим, в бухгалтерии в этом случае выдаётся предупреждение, что не рассчитаны там итоги за такой-то месяц. Здесь у нас существуют невыполненные операции. И я могу перейти, посмотреть, что здесь невыполнено. Ну, либо невосстановлена последовательность, либо я вообще март один закрыл, а январь-февраль не закрывал. Ну, то есть, соответственно, где я косякнула и где у меня возникли какие-то дополнительные трудности. Ещё хочу обратить внимание вот на такую подсказочку, она у нас встречается везде. Это дополнительно тематическая подсказка. То есть, если вы сомневаетесь, что обозначает то или иное поле, то вот есть такая экспресс-помощь. Там, где сложные моменты, но в основном в настройках учётной политики, в основном при сложных каких-то документах, при работе помощника. Вот. И, собственно говоря, в регламентных операциях у нас с вами это раздел финансовый результат и контролинг. Вот оно, наше закрытие месяца. У нас есть очень хорошие ещё дополнительные помощники. Ну, вот один из них помощник по учёту НДС. Распределение доходов. То есть, вот с жирным текстом выделены рабочие места. Хочу вам показать помощник по работе с НДС. Видите, здесь большой перечень ссылок, по которым мы можем перейти, посмотреть какую-то конкретную информацию. И, соответственно, здесь, во-первых, производится быстрый экспресс-анализ, то есть полнота выставленных счетов фактур. Что вы не пропустили никакие счета фактуры на авансы или комитентам. Ну, то есть, вот вы видите перечень. Можно по каждой ссылке перейти, посмотреть сам журнал документов и, соответственно, подправить, какие ошибки выявила программа. Операции по, увы, от внешнеэкономической деятельности. То есть, если вы везёте товар через границу, это в основном, естественно, прохождение таможенной очистки. Ну, и чаще всего это прослеживаемые товары, то есть декларации. И проверяются, все ли составлены, нет ли пропусков. То есть, допустим, поступление импортного товара ввели, а декларацию забыли. Заявление о ввозе, например, из Белоруссии. И, собственно говоря, вот всё, что связано с выдастскими. И мы видим, то есть здесь на самом деле помощник очень большой. То есть, по прочим операциям, по регламентам, отчётам по НДСу и сервис. То есть, показать вам хочется регламентной операции. То есть, соответственно, здесь вот вы видите такие возможности. И если НДС, например, между разными видами деятельности, если вы ведёте по разным ставкам, например, и уже отчёты по НДС. То есть, отчёты по НДС у нас вот такой большой очень перечень. И вот этот анализ состояния учёта по НДС сделан по принципу, как по налогу на прибыль. То есть, анализ налога на прибыль. Ну и, соответственно, если я сдаю сформировать, а я не выбрала организацию, ну, будем считать, что пусть будет деловой союз. У меня даются, соответственно, итоги по разделам. И я могу проанализировать состояние очень подробно. То есть, соответственно, вы видите, ссылок очень много. И можно с удовольствием по ним путешествовать. То есть, анализируются все аспекты декларации по НДС и все сложные моменты. И обратите внимание на седьмой раздел. Соответственно, он тоже очень подробно анализируется. То есть, казалось бы, какой ещё сервис при этом возможен. А здесь вот какой у нас, то есть у нас сверка учёта по НДС и анализ поставщиков по НДС. То есть, не по надёжности, не по каким-то коммерческим показателям, а по предъявленным НДС. То есть, у нас анализируются четыре уровня поставщиков. То есть, соответственно, сдают, не сдают декларации, платят, не платят поданные в декларации налоги и так далее. То есть, что ваш поставщик неоднодневка, что вы проявили должную осмотрительность. То есть, как вы понимаете, при таком количестве аналитических данных уже должную осмотрительность как-то и неприлично не предъявлять, не оформлять. Это мы с вами смотрели помощник по НДС. Финансовый результат, помощник по учёту НДС. И у нас ещё есть вот такой сервис, то есть, консолидация по НДСу. И, соответственно, помощник исправления остатков. Вот это больная тема, потому что, если особенно применяется интеркомпани, то есть, когда у вас, например, одно юрлицо-импортер, другое юрлицо-продавец товаров, и вы передаёте товары друг другу, или у вас, не дай бог, отключён контроль отрицательных остатков, это самая большая проблема, то, соответственно, искать хвосты, где вы имеете отрицательные остатки, очень сложно. И при отрицательных остатках, естественно, закрытие месяца будет срабатывать с ошибками. Значит, вот для этого у нас есть вот такой помощник. Ну, допустим, вот помощник исправления. И есть ещё один момент. Финансовый результат. И вернёмся сюда. Значит, помощник исправления остатков, то есть, на самом деле, при настройке программы вы можете отключить контроль остатков ТМЦ как на постоянной основе, так и на время сеанса. Но это очень, скажем так, очень опасная настройка, и на самом деле её стоит никогда не делать. Потому что документы, да, у вас проведутся, но потом искать и исправлять отрицательные остатки очень сложно. Единственное, что вот в этом случае я хочу показать вам регламентированный учёт. значит, у нас с вами здесь есть возможность тоже, естественно, настройки и справочники. И здесь у нас... Немножко не так вам стала показывать. Значит, через раздел НСИ и администрирование у нас заступен блок администрирования и блок обслуживания программы. И, как вы видите, здесь у нас... Ну, соответственно, как и во всех других пунктах этого раздела, у нас идут настройки. То есть в разделе корректировка данных у нас с вами есть поиск удаления дублей. И, соответственно, это самый комфортный вариант работы с отрицательными остатками. Если у вас, например... Извините, пожалуйста. Если у вас, например, отрицательные остатки из-за того, что есть дубли организации или дубли номенклатуры. То есть в этом случае поиск удаления дублей мы можем запустить. Ну, то есть задать, что мы хотим найти. Где, например, в номенклатуре, в контрагентах. Ну, то есть вот мы выбираем либо в видах номенклатуры. Ну, вот мы, допустим, сейчас хотим контрагентов. То есть, соответственно, мы выбираем контрагентов. Что мы хотим конкретно найти? Документы, например, расходный кассовый ордер, расходный приходный ордер. И у нас сформируется список. То есть, если у нас похожие дубли, это может быть отличается на пробел, на кавычки. Ну, то есть наименование для программы. В этом случае это будут разные объекты. Соответственно, после того, как определены документы, где встречаются дубли, мы задаем то, что считать главным. Например, 7 случаев употребления справочника в одном варианте и 15 в другом. Значит, мы назначаем те, где 15 раз употреблялось главным, и программа заменяет. То есть, она берет то, что назначили мы главным, и, соответственно, заменяет в документах других, где используется дубль. И очень корректно дубль удаляется. То есть, у нас не остается битых ссылок, у нас не остается нарушенных каких-то ошибочно измененных регистров. Ну, то есть, это самое корректное удаление дублей, когда мы ищем, из-за чего они возникли. То есть, из-за дублей поставщиков, из-за дублей номенклатуры и так далее. Ну, а еще у нас с вами, это большой шпион. То есть, вот этот раздел НСИ и администрирование, раздел обслуживания. Вот мы с вами туда еще раз опять вернемся. И, собственно говоря, это большой шпион в каком плане? То есть, во-первых, мы можем посмотреть активных пользователей, и у нас есть отчеты администратора. Отчеты администратора у нас позволяют проанализировать конкретно либо одного пользователя, либо проанализировать списком, подобрать конкретные, допустим, фамилии и жертвы. То есть, проанализировать, кто что в программе у нас делал. То есть, мы задаем пользователей. Ну, например, вот все пользователи. Подобрали и закрыли. И в какой период, например, пусть с первого. Поставим с первого января, чтобы были какие-то данные. С первого января. И формируем отчет. То есть, программа покажет нам, кто что делал. Какое время был подключен. Сколько человек, видите, работало. Здесь у меня вообще непонятно, кто работал. Подключений не было, видите. Здесь подключения уже были. И человек у меня вот активно работал. Что-то изменял. Но что изменял, пока непонятно. Но на самом деле, если я уровень группировок поставлю, например, двоечку. У меня будет немножко короче эта моя табличка. Но будет отражать также активности людей. И самое интересное в этом отчете, это вот эта часть. То есть, графическая. Она наглядно показывает, сколько введено новых документов. То есть, убил бухгалтер Баклу и смотрел в потолок. Или он в пути лица вводил там новую информацию. И плюс ко всему, что он менял за текущий период. Может быть, он настраивал какие-то справочники, поэтому не вводил документы. Или, ну, то есть, вот вы видите, администратор, под администратором это я сейчас зашла. То есть, я вот сколько всего наваяла. А Орлов Александр Владимирович, у меня ничего не делал. То есть, практически, как вы видите, я могу смело предъявлять ему претензии по поводу его активной деятельности. Это у нас с вами отчет активность пользователей. Отсюда уходим. И еще хочу один момент. То есть, у нас обновление программы. Если вы сомневаетесь, то есть, мы говорили, что проверить свой релиз вы можете вот по этой пиктограммке. Мы проверили. И чтобы не лезть в интернет, не проверять мониторинг, сколько там, каких у нас было обновлений, у нас есть возможность здесь, раздел обновления программы, сразу посмотреть, какие у нас, какой текущий релиз и какой уже есть последний выпущенный релиз. Ну и, соответственно, принять решение, либо обновляться, либо нет. Поскольку у меня отключена интернет-поддержка, я сейчас не могу этого сделать. Но на самом деле это позволяет посмотреть, сколько мне релизов обновлять. И если программа у меня не изменена, то я могу это сделать самостоятельно. Если программа доработанная, то есть, внесены какие-то доработки, изменения, то тогда, к сожалению, мне нужно приглашать специалистов, то есть, например, франчайзи, которые меня обслуживают, и обновляться уже с их помощью. Но, таким образом, мы с вами посмотрели и дополнительные сервисы, и еще я хотела бы обратить ваше внимание, вот на какой сервис. То есть, у нас в разделе «Регламентированный учет» есть блок 1С-отчетность. 1С-отчетность – это не только название блока, но и название сервиса. Значит, сервис 1С-отчетность позволяет напрямую обмениваться информацией с сайтом налоговых органов. Ну, не только налоговых, фискальных органов, скажем так. То есть, налоговиков и СФР, то есть, фонд, объединенный с социальным фондом России. И, соответственно, для того, чтобы не только была такая возможность активировать этот блок, мы сейчас с вами поговорим вот о чем. То есть, когда я перехожу, например, в «Регламентированный учет», то есть, в «Общий журнал документов», мне программка себя вот таким образом хвалит. То есть, пишет, что это все здорово. Вот по этой ссылочке я могу почитать поподробнее, как все здорово. И если я прониклась, то, соответственно, могу сразу подключиться вот по этой гиперссылке. Подключиться для меня будет бесплатно, если у меня подписка ЭТС, провка. В этом случае, внимание, я могу подключить одно юридическое лицо, ну, или предпринимателя. То есть, такая мелким шрифтом обозначенная тонкость. То есть, если у меня, например, 20 юридических лиц, то одно я могу подключить бесплатно, а за остальные я должна буду платить. Ну, в зависимости от того, сколько лицензий мне там нужно или что-то такое. То есть, стоимость подключения на самом деле достаточно дружественная. То есть, порядка 4800 на год. Ну, естественно, если юридическое многое, то уже будет сумма. А если у меня подписка ЭТС Техно, то у меня этот сервис будет весь за денежку. Ну, опять же, здесь индивидуально зависит от того, сколько, каких и так далее. Значит, почему я делаю акцент на этом сервисе, потому что у нас в этом блоке 1С отчетности есть личные кабинеты. И личные кабинеты у нас касаются, ну, самих налогоплательщиков, то есть, взаимоотношений с налоговыми органами. И нам сейчас стал доступен личный кабинет налогоплательщика для работы с единым налоговым счетом. Это очень удобный сервис. Он недавно начал работать, и сначала он был сделан для эпистов, а сейчас уже и для юридических лиц. Ну, и, соответственно, это те личные кабинеты, которые были раньше от имени ФСС. Сейчас фонд объединенный, поэтому он от СФР. Вот вы видите личный кабинет и личный кабинет по социобеспечению. То есть, электронные лицки нетрудоспособности, ну, и все пособия там социальные, которые сейчас существуют. То есть, это очень удобно отслеживать электронные лицки нетрудоспособности и так далее. То есть, подключить личный кабинет для работы с ЕНС возможно только, если вы подключите сервис 1С отчетность. То есть, сервис, который позволяет напрямую взаимодействовать с органами, с фискальными органами. А другие личные кабинеты, которые мы здесь видим, такой возможности не дают, но и подключения этого сервиса не требуют. Раз уж мы заговорили про этот сервис, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. То есть, на портал статистического наблюдения. У нас ФТС, то есть, статистическая служба с прошлого года применяет активно штрафные санкции за несдачу отчетности или нарушение сроков. И с начала этого года статистика выпустила достаточно много новых форм отчетов, которые в основном касаются начисления зарплаты, учета кадров, то есть, личного состава и так далее. И штрафные санкции у нас от 70 тысяч, если это первоначальное нарушение. И если повторное, то уже до 150 тысяч. Поэтому стоит обратить внимание на статистику, зайти вот по этой ссылочке на сайт статистики и по вашему ИНН посмотреть, под какую выборку вы могли попасть. То есть, под выборку какой-то, может быть, статистической отчетности, которую остальные предприятия не обязаны сдавать. То есть, проверьте, под какие выборки вы попали, чтобы не нарваться на вот такие достаточно большие штрафы. На этом, к сожалению, наше время подошло к концу. Поэтому мы возвращаемся в наши слайдики. И в начало, так сказать, в титульный лист. И я хочу еще раз вам напомнить наши контактные данные, обратить внимание на нашу электронную почту, на сайт. И, собственно говоря, еще раз напомнить о том, что мы будем рады сотрудничеству, будем рады получить от вас обратную связь, вопросы. Ну, то есть, приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы выполняем все виды работ касательно программы ДНС и продажи, внедрения, настройку и доработку. Так что будем рады оказаться вам полезными. На этом разрешите с вами попрощаться, поблагодарить вас за уделенное нам время. И надеемся до новых встреч. Всего доброго.